Новость о том, что Рахат Алиев и Альнур Мусаев были истинными заказчиками убийства Алтынбека Сарсинбайулы, вызвала широкий общественный резонанс как в Казахстане, так и за его пределами. Результаты совместного расследования ФБР и казахстанских силовиков не вызывают сомнения, говорят эксперты. Новое признание главного палача расставило все точки над «и». Причем, как отмечают правоведы, нельзя ставить под сомнение справедливость предыдущих решений суда, как в отношении непосредственно убийц, так и Ержана Утимбаева. В связи с новым поворотом дела можно говорить лишь о частичном смягчении наказания для Утимбаева. Нашей съемочной группе удалось записать эксклюзивное интервью с государственным обвинителем и судьей по делу Алтынбека Сарсинбайулы. Они, как и все остальные, шокированы новыми подробностями запутанного преступления. Хотя, как выяснилось, вопрос о возможной причастности Рахата Алиева и Альнур Мусаева к нашумевшему убийству видного общественного деятеля уже поднимался. Однако Ибрагимов тогда их рьяно выгораживал. Вблизи Алматы, в горах, были обнаружены трупы видного политического деятеля Республики Казахстан Сарсинбаева, Алтенбека и его помощников Журавлева и Байбасын. Совершил убийство Ибрагимов. На тот момент у обвинения были все доказательства того, что именно заказ на убийство Сарсинбайулы сделал Утимбаев. В ходе судебного заседания неоднократно задавался вопрос, непричастны ли какие-либо другие лица, не заказывал ли кто убийство Сарсинбайулы, кроме Утимбаева. Но Ибрагимов в категоричной форме отрицал данный факт. На тот момент, в момент рассмотрения дела в суде, у органов обвинений не было никаких сомнений в виновности Утимбаева. Однако, каков данный состав и какую дадут правовую оценку и действиям даст суд первой инстанции после рассмотрения уже дела по вновь открывшимся обстоятельствам? Вопрос данный поднимался в отношении причастности Рахата Алиева. Судом этот вопрос задавался и самому Ибрагимову, но тем не менее он отрицал причастность данного лица. Причастность Утимбаева к совершению данного преступления, безусловно, подтверждается материалами уголовного дела. Это же тоже Утимбаева знал. Знал, что в отношении Сарсимбаева похищают, знал, что Сарсимбаева собирается убить. Знал, что было уже совершено убийство Сарсимбаева. Вот эти все факты. Поэтому я считаю, что на момент совершения преступления, на момент рассмотрения данного дела, приговор вынесен законно обоснованно на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.